Здравствуйте, вы на канале ЧОТВ, студии ведущий Андрей Щербаков, и сегодня у нас в гостях невидимый сотрудник специальных служб Степан Прозрачный. Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, Андрей. Степан, мы давно хотели поговорить о нашей власти. Скажите, почему российская власть ведет себя по отношению к нашему народу, как оккупант на чужой территории? Почему жизнь простого человека ничего не значит для наших бюрократов? Почему попавшему в журнава российской бюрократической машины, человеку, который не дает взяток, практически невозможно выбраться живым и здоровым? В вашем ведомстве есть люди, которые не берут взяток? Есть, но он в отпуске. Вот он нас не интересует. Андрей, это очень важный вопрос, практически ключевой на сегодня. Дело в том, что реальная власть в России принадлежит именно бюрократии, в отличие от западных стран, где бюрократия лишь инструмент в руках транснациональной элиты. В нашей стране бюрократия и власть – это синонимы. Степан, а как же демократические процедуры, выборы, например? Андрей, выборы, что у нас, что на Западе – это абсолютная фикция. Еще 50 лет назад Нобелевский лауреат Эр Роу математически доказал, что выборы – это разновидность диктатуры, хотя этот факт был известен задолго до него. Например, Льюис Керролл, автор «Алисы в стране чудес», очень едко высмеивал английскую избирательную систему еще в начале 20 века. Вся разница между сегодняшней Россией и Западом заключается в том, что выборы у нас – это диктатура бюрократии, а выборы у них – это диктатура транснациональных корпораций. Белые пришли храбью, красные пришли храбью, но куды хрестняли нападаться? Так в чем же главный недостаток выборной демократии? Ее главный недостаток – это отсутствие реальной обратной связи. Степан, поясните, а что это такое? Андрей, оставим Запад в покое, вернемся на российскую почву. Для начала вспомним, что в нашей стране был период, когда такая обратная связь существовала. Это сталинское 20-летие с 1935 по 1955 годы. Главная особенность этого периода состояла в том, что каждый человек, независимо от ранга и положения, нес персональную ответственность за сделанное или не сделанное. Но после 1955 года Хрущев вывел партийную бюрократию из зоны ответственности. Брежневский период это только усугубил. А в современной капиталистической России принцип, когда чиновник любого уровня не несет абсолютно никакой ответственности, даже за прямое нарушение закона, стал основой нашего государства. Бабушку, укравшую в магазине кусок колбасы, посадят в тюрьму, а чиновника, нанесшего ущерб государству на миллиарды рублей, в худшем случае переведут на другую работу. Когда я работал в театре, и меня... Ну это не важно. Степан, а как же громкие посадки чиновников и даже министров? Андрей, чаще всего это межклановые разборки, когда представители одного клана жертвуют своими людьми в качестве компромисса в постоянной драке российских властных кланов за ресурсы. Хорошо. А есть какой-то способ заставить чиновников нести ответственность за свои дела? Конечно, есть. В стране должна появиться еще одна независимая ветвь власти. Нам всегда внушали, что самое главное – это разделение властей на три независимые ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Только это обман, поскольку в такой системе нет главной ветви – идеологической или мировоззренческой. Как показывает практика, в обществе, где нет идеологии, главной идеологией становятся деньги. Платиновые зубы, носки без дырочек, собственный бильярд, а самое главное – власть, уважение, слава, которую дают деньги. На Западе все деньги сосредоточены в руках учредителей ФРФ, поэтому они могут купить и продать любого политика. В России власти деньги практически одно и то же, поэтому бюрократия становится неприкосновенной кастой, и если ты живешь по ее правилам, можешь делать практически все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. Степан, выходит именно поэтому в Конституции РФ прямо прописан запрет на государственную идеологию? Да, это минус замедленного действия, подложенное под фундамент нашей страны. Дело в том, что общество, в котором нет обратной связи, которое не сшито идеологическим стержнем, рано или поздно самоликвидируется. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Именно так был разрушен Советский Союз. Когда Хрущев вывел советскую партийную бюрократию из зоны персональной ответственности за результаты своей работы, развал СССР стал только вопросом времени. Сегодняшняя Россия находится в таком же положении. Народ тащит на себе бремя войны и выживание страны в противостоянии с коллективным Западом. А элита живет в своем мире, искренне считая, что все скоро вернется к прежним временам. То есть надежды Запада на революцию в нашей стране не такие уж беспочвенные? Конечно. Неистребимые противоречия между прозападной элитой и русским народом были заложены при создании Российской Федерации. И с каждым днем войны они только обостряются. Степан, возникают два вопроса. Что делать в этой связи нам всем и что делать каждому из нас? Андрей, про то, что делать каждому из нас, мы поговорим в другой раз. А нам всем надо понять, что без единого мировоззрения, без идеологии, страна просто не выживет. Но идеология не рождается в кабинетах. Идеология – это коллективное творчество всего народа. Но я знаю, что если я на своем месте такой, а другой на своем месте тоже такой же, и еще там, и еще, и еще, то, может и будет как надо. Выработаем всем миром свою идеологию, выживем. Не выработаем, исчезнем как страна и как народ. Спасибо, Степан, за эти замечательные слова. Всего вам доброго. И вам всего хорошего, Андрей. Телеканал ЧТВ. Ну че русский мир? Пора включать коллективный разум и формулировать принципы нашего русского мировоззрения. Иначе не будет ни страны, ни русского народа.